Фёдоров Максимов, Олег Тавелев, Пузин Луан, Илюшенко Ерик. Урок технологии в шестом классе начался с построения и переклички всех присутствующих, затем проверка домашнего задания. Шестиклассникам нужно было повторить строение токарного станка. Многие во взрослом возрасте этого не знают, но ученики, у которых есть урок технологии, рассказывают о нём без затруднений. Больше 22 лет учителем технологии в Богучанской школе номер 3 работает Николай Ханыгин. Он учит юношей быть мастерами на все руки, чтобы они в будущем могли выполнить любую работу по хозяйству, будь то ремонт или строительство. Я в ней учился сам когда-то. Закончил я в 76-м году. Был у нас Николай Васильевич Панкратов, технологию преподавал. Вот, наверное, от него я научился. Я думаю, что каждый мужчина, находящийся в своей семье, должен уметь выполнять мужские обязанности. Вот и всё. Николай Ханыгин сам по профессии строитель. Многие годы он отработал на стройке и возводил серьёзные объекты в Богучанах. Его руками построены первая, вторая и четвёртая школы. Но судьба так сложилась, что он получил травму, причём очень серьёзную, перелом позвоночника. Долгие годы реабилитации. Любой пал бы духом, но не Николай Сергеевич. Дело в том, что когда находился дома в горизонтальном положении, когда не мог двигаться, был позвоночник сломан. Я начал вырезать, резьбой улёгся. Вот это подтолкнул. По чуть-чуть, по чуть-чуть вырезать, выпиливать что-то, потому что руки работали, а ноги нет. Нижняя часть туловища. Постепенно потом меня отправили в горы, там вылечили и начал двигаться. После такой травмы вернуться в профессию строителя было невозможно. И Николай Сергеевич пришёл работать в школу, учителем технологии. И, как оказалось, совсем не зря. Школа для него стала вторым домом, а профессия учителя – профессия всей жизни. Он получил два педагогических образования – учитель технологии и ОБЖ. Уроки Николая Сергеевича ребята любят, ведь здесь всегда интересно. Он помогает, если что-то не получается, и объясняет всё подробно, и что не остаётся вопросов. На дополнительных кружках можно сделать всякие подделки, например, ложку, либо стакан, либо, как те любят, пистолеты из дерева. Здесь можно не только слушать учителя, запоминать и писать. Здесь нам дают задание сделать какую-нибудь подделку из дерева. Получается, он иногда нам помогает, то есть, если что-то у нас не получилось, он всегда поможет. Уроки труда у мальчиков являются одними из самых любимых в школе. Им нравится чертить, строгать, выпиливать, делать своими руками подделки из дерева. Но интерес к предмету у ребят появляется только благодаря учителю, который умеет заинтересовать. И у Николая Ханыгина это с лёгкостью получается. Ребята к нему ходят не только на уроки, но и на дополнительные занятия. Он в меру строгий и в меру требовательный. Профессионал своего дела и педагог с большой буквы. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Бугчана».